Более 33 тысяч человек, именно столько, анапчан получают компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сейчас средства льготникам перечисляют заранее, однако уже с 1 сентября этого года система изменится. Накануне этот вопрос обсудили на совещании под председательством мэра Анапы. Василий Швец встретился с руководителями управляющих компаний, а также ресурсоснабжающих организаций. Были внесены корректировки в краевое законодательство. Теперь жители Кубани и, в частности, нашего курорта будут получать компенсации после оплаты коммунальных услуг. Если посмотреть по прошлому году, 2021, то гражданам мы перечислили выплат на общую сумму 1 миллиард 818 миллионов 751 тысяч. Подумайте, это живые деньги, которые были перечислены гражданам на карточки, на сберегательные счета, либо которые они получили через почтовые отделения. Это не виртуальные и не электронные деньги. Как вот в этой сумме 311 миллионов 885 тысяч – это денежные средства, которые были направлены гражданам в качестве компенсации за потребляемые коммунальные услуги. То, что положено государством, то, что гарантировано государством, государство исполняет срок. У нас нет задержек по этим выгодам. Поэтому сегодня мы должны еще навести порядок в обмене информации, чтобы не обидеть наших граждан. Компенсация в размере 50%, но не более норматива потребления, будет предоставляться по факту понесенных расходов. Теперь, чтобы местные жители могли получать средства, необходимо ежемесячно направлять данные в Управление социальной защиты. Это зона ответственности управляющих компаний, если льготники живут в многоквартирном доме. Василий Швец поставил задачу наладить взаимодействие с профильным управлением. Не позднее 20 августа эти списки уже должны быть сформированы в Управлении по соцзащите. Пожалуйста, активизируйте ваши службы, активизируйте ваших коллег, чтобы эту работу быстрее провести. В этом заинтересованы и управляющие компании курорта. Своевременная передача информации и компенсация средств за оплату жилищно-коммунальных услуг анапчанам позволит избежать накопления долгов за воду, газ и электроэнергию. А в Управлении соцзащиты готовы оказать консультативную помощь в подготовке необходимых материалов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.